Об проблемах гомельского мясокомбината стало вядомо на початку этого года, когда правоохранные органы огучили информацию об реализации 100 тонн сапсаванного мяса. Потом выяснилось, что это не один из выпадок, который затекает следствие. Не глядя на то, что виноваты уже осуджены на конкретные термины знеоволения, как минимум одна справа еще не завершена. По час наведывания мясокомбината генеральный прокурор знакомится с вытворчестью и выказывает думки про убаченные. При наличии таких мощных холодильников, тем не менее, сгноили 120 тонн мяса, около 120. Мне это непонятно, как это может быть. Поэтому я сюда и прибыл поинтересоваться положением дел. Служебная халатность или это, как бывает в случае, сокрытие других более тяжелых преступлений, более сложных, нам еще предстоит разобраться. Еще одна тема, которую огучивает генеральный прокурор. Так же, сужу не только гомельского мясокомбината, дебюторская запозыченность – проблема, актуальная для шматриких предприемцев. Не различиваться затреманную продукцию для некого становится звычайной справой. Правда, теперь такие относенные могут привести и до узбуждения криминальной справы. А дебюторская задолженность в данном случае почему прокуратура занимается? Потому что она, к сожалению, процентов на 70, я уже говорил, она коррупционная схема существует в этой дебюторской задолженности. На самом гомельском мясокомбинате, об неприемной ситуации, в якой опынулось предприемство, памятуюсь, але им кнутся, як могла хучей вернуть себе добрые имя. У дымляку празд выпуск новых видов запотребованной продукции. Сегодня ассортимент продукции гомельского мясокомбината превышает 200 видов. 75-х освоены в этом году. Сероят новинок, которые отримали международные признания – выработки из индички. Колбаса из индички уже отримала бронзовую медаль на сегодня специализованной выставе «Агрофорум» в Екатеринбурге. В уголе с этой выставы гомельчане привезли две узнагороды и еще четыре – с московской «Прадэкспо». Неопочную чергу, досягнутые поспехи, следствия проводимые модернизации. В этом году, например, установили обсталевание для вытворчества вэдженных выработок. В 2017-м эта работа протягнется. В следующем году мы планируем модернизировать наше термическое отделение. Это, можно сказать, сердце нашего тоже колбасного цеха. И позволит наших покупателей обеспечить большим количеством выпускаемой продукции разнообразным ассортиментом. А также участок по производству ливерных колбас и паштетов. Визит генерального прокурора на гомельский мясокомбинат завершается приемом работнику предприемства по особистых пытаниях. Александр Канюк каже, что на початку его работы на этой посаде на прием приходило до 40 человек. Зараз записались только два. А это значит, что шматые пытания теперь поспехово выращаются на мясовом узровне. Алексей Тюров, Евген Макеенко, телерадиокомбинат «Гомель».